Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале за просмотром этого видео. И сегодня я хочу рассказать о своем уже более серьезном формате материнства, ожидания и реальность. У меня уже прошел год, как я стала мамой и ощутила за себе все радости материнства. Но для меня один год материнства – это, наверное, как 100 дней президенту. Обычный президент через 100 дней своего правления делает первый отчет о том, что он делал на посту, в общем-то, сколько прозов он принес государству и какие люди молодцы, что они его избрали. Вот для меня год – это те же самые 100 дней, и, наверное, это больше похоже на отчет президента о том, что он сделал. Сразу скажу, что мои ожидания и реальность имеют более позитивный характер. То ли уж я себе такую жесть жестяную представляла, которую у меня будет когда родиться ребенок, то ли я просто реалист – я не знаю. Но факт в том, что все мои ожидания, вот это вот ожидание и реальность, они носят более положительный характер. То есть реальность оказалась лучше, чем мои ожидания. Не скажу, что все в материнстве так радужное, так обалденно круто, но, тем не менее, позитивы я для себя нашла намного больше, нежели негатив. И вот эти, да, как говорится, пятерки перекрывают тройки, как у студентов на стипендию. Первое ожидание, которое меня прям все готовили, все мне об этом рассказывали, это и в реальной жизни, и на ютубе все говорят, что когда ты становишься мамой, когда маленький ребенок, у тебя вообще ни на что нет времени. То есть, вот у тебя есть время только на уход за ребенком и чуть-чуть на уход за домом, и выйдем, и все. Такая жесть у меня была где-то недели две в первом. А потом появилось время, потом стало все нормально. Как-то я стала замечать, что ребенок, он оказывается имеет какой-то свой график, режим дня, и мама под него может подстраиваться и вносить в этот режим дня какие-то свои увлечения. Я скажу, что через месяц после рождения ребенка у меня появилось время посидеть чуть-чуть в Фейсбуке. Через полтора месяца у меня уже появилось время постить фотки в Инстаграм. Через два месяца после рождения ребенка у меня появилось время на общение с друзьями, на хобби и увлечения. У меня появилось не только желание этим заниматься, но у меня появилось на это еще и такое объективное реально нормальное время. Второе, мое ожидание реальности, оно выплывает из первого. Все говорили, что у тебя не будет времени и желания на себя, на свои хобби, на какие-то свои увлечения. То есть то в начале, на общение с друзьями и с людьми. Вот опять-таки повторюсь, первые две-три недели. Потом все появилось во время. У меня появилось время на себя. Я скажу, что сейчас, ну сейчас, конечно, ребенку уже год, если бы, что времени у меня так достаточно. Но даже когда ребенку было где-то месяца три, у меня появилось больше времени на уход за собой, чем у меня его было, когда я еще была даже не беременна и ходила на работу. У меня появилось время на хобби. Правда только старое хобби. Малому было где-то два месяца, когда я снова начала делать свадебные свечи, венчальные, я так еще вклинилась в конец сезона и даже заработала на какую-то денежку. На первый год особо серьезно этими хобби ты заниматься не будешь. Хобби должны быть какие-то такие, я бы сказала, даже периодические. Когда ребенку было около полугода, я занялась вообще гириллаком, маникюром, гириллаком. Я стала осваивать технику. Это то, что требует времени, терпения, настроения, желания. Оно у меня появилось. Я забыла еще сказать, вот эти две ожидания реальности, я бы сказала, что на все есть время. Главное уметь составить режим дня. Вот график режим дня жизни ребенка – это офигенно классная вещь для мамы, которая хочет иметь время на себя, свои желания и свои занятия. Потому что, именно зная, как живет ребенок, по какому расписанию, мама точно знает, когда у нее есть время на себя. Следующее ожидание реальности. Все всегда говорили, что когда рождается ребенок, то заканчивается жизнь между родителями лично, но очень лично, очень близкая жизнь между родителями. Не знаю, у нас эта жизнь отсутствовала ровно два месяца, пока ее запрещали нам врачи. А потом все вернулось на круги свое. Я скажу, что у меня с мужем отношения практически не поменялись. Потому что ребенок, в общем-то, я изначально настраивала себя на то, что нельзя ставить ребенка превыше семейных отношений. Если родители будут счастливы, если родители будут любить друг друга, и им будет хватать вот этой любви и ласки, заботы друг о друге, то у них априори будет счастливый ребенок. Он будет любимый, он будет обласканный, у него будет все то, что необходимо маленькому ребенку, чтобы нормально жить, расти и развиваться. То, что родители любят друг друга, иногда занимаются друг другом, не значит, что ребенок обделен их вниманиями, они вообще на него волосы заберут. Нет. То есть мне кажется, что отношения между мужем и женой – это реально залог счастья ребенка. И в моей ситуации жизни она вообще никак не изменилась. Возможно, даже ребенок нас как-то больше сплотил, потому что мы стали гораздо больше помогать друг другу в тех вещах, которые вообще никогда не помогали, наверное, и стали больше поддерживать друг друга. Вот что очень важно. То есть вот такая моральная, психологическая поддержка, такой стержень появился у каждого из нас. Второй, да. Был один свой, собственно, а тут появился еще один от мужа или от жены. Следующий момент. Многие рассказывают и многие говорят, что жизнь кардинально меняется, когда появляется ребенок. Честно говоря, я тоже так думала. Мне казалось, что появление третьего в семье, появление ребенка в семье, в принципе, не может не нести никаких изменений кардинальных, таких крепких. То есть мне всегда казалось, что с появлением ребенка жизнь не меняется. потому что переворачиваю это с ног на голову. Но вот сейчас, прожив год, я понимаю, что моя жизнь изменилась только в том плане, что я сейчас не хожу на работу. Ну и у меня появился ребенок. И все. А в остальном все осталось абсолютно нормально. То есть я бы сказала, появление ребенка для меня стало не изменениями в жизни, а скорее просто поправкой на ветер. Я не подчиняю свою жизнь ребенку. То есть ребенок, он почти занимает важное место в моей жизни, но он не занимает главное место в моей жизни. И это, наверное, самое важное. Поэтому я не скажу, что жизнь не менялась как днем. Не нужно этого бояться, того, что жизнь поменяется. Нет. Всего рано или поздно, верность на круги своя, вы просто внесете поправки, которые появились в жизни с рождением ребенка, и вам станет гораздо легче. И вам покажется, что блин, ну как я раньше жила без этого. Раньше же было скучно, а сейчас он как круто и классно. Следующий момент, это то, что вот такие пару моментов, которые оказались для меня, ну как я себе это представляла, так оно и есть. Во-первых, это то, что ты отчасти замкнут в одном пространстве. То есть в этом пространстве не только твоего дома, но это место для прогулок, возможности куда-то уйти, отлучиться. То есть, чтобы отлучиться куда-то одной, без ребенка, это нужно сделать там прям кучу процедур. Протанцевать танцы в бубне, у тебя там тут говорится, что кто-то поспел с ребенком. В общем, в общем, это достаточно проблематично. А так, у тебя не так много мест, куда ты можешь отравиться с ребенком, без проблем, без преград, без заморочек. И ты гуляешь и бываешь всегда в одних и тихих местах. И вот это достаточно сложно вынести, чтобы просто не сойти с ума и внести разнообразие в однообразную жизнь. То есть как-то делать более разнообразным то, что всегда является однообразным. Второй момент – это ощущение одиночества. То ощущение, когда тебе реально не с кем поговорить, и ты вроде находишься с живым человеком, но тебе даже не с кем поговорить. Потому что маленький ребенок, годованный, да, годового-то, он, в принципе, не способен тебе адекватно ответить на твои слова, на твои предложения, он там может что-то прожужать тебе в ответ и все. А вот общения ты не получаешь. Для меня выходом было первое – это завести канал, на ютубе, это потому что я могу сесть перед камерой и поговорить, что-то рассказать, какие-то свои мысли высказать, какие-то свои философствования производить и при этом не быть дурой или сумасшедшей. И второй момент – это общение по интернету. То есть это удаленное общение, интернетативные способы общения, кроме личного. Вот это реально мне помогло. Особенно много я стала вспоминать о телефоне. То есть настолько в нашу жизнь уже вошли мессенджеры и всевозможные способы переписок, что мы просто забываем о том, что есть телефон, на который можно набрать номер, позвонить и услышать голос живого человека. То есть слышишь его живые реакции, его живые ответы. Вот это реально классно, потому что все-таки мне общение с мужем было… есть маловато, потому что он тоже приходит с работы. Он целый день на работе, он приходит дома уставший, он хочет немножко отдохнуть от общения с людьми. И именно дом, это место, где он может это сделать. А тут я на его голову взвалилась. Еще я была не готова к тому, что очень мало мест, куда ты можешь попасть с ребенком с коляской. Потому что, не знаю, где-то 80% или даже 90%, например, в наших магазинах, они все имеют высокие ступеньки или пороги, которые, в общем-то, сложно преодолеть с коляской коляской или с велосипедом и детской, знаете, таким трехколесным. И, блин, ты либо взлетай, либо выноси все это на руках, либо чего, оставляешь коляску на улице, тащишь ребенка на руках, в магазин, вот это все у тебя в зубах. Где-то ребенок на твоей голове орет, он уже хочет ехать дальше, и, в общем, это все вместе. И очень сложно куда-то заходить. То есть у меня, в моей округе, где я живу, в доступности 20 минут пешком, у меня всего три магазина. Один из них это большой супермаркет, а два остальных это два киоска. Один булочный, а второй я его называю местный сельман, потому что в этом киоске есть все, от выбоса до туалетной бумаги. И эта бумага не в колосе, хочу заметить. И, в общем, то есть я не ожидала реально, что наш мир настолько, наша жизнь, наш город, по крайней мере, настолько не подготовлен для жизни. Вот нам с колясками, велосипедистов, например, тех же инвалидов-колясочников. То есть у нас пандусы, это одно название пандусов, и все. Еще я не была готова к тому моменту, что из моего округа общения отсеются люди. Некоторые. То есть были люди, с которыми до рождения ребенка, до наступления беременности я общалась больше и много, достаточно общалась. А после того, как я родила ребенка, у меня эти люди из моего округа общения резко исчезают. И суть не в том, что я не общалась с ними, допустим. Я просто стала понимать, что этим людям я всегда раньше писала сама, звонила сама. А тут, оказывается, я перестала на какое-то время, да, так активно участвовать в социальной жизни. И вдруг эти люди от меня отказались. И я не знаю, с чем это связано. То ли боятся, что я там кастрюлькой стала, и да, это я же мамка, и все мои темы общения будут сводиться только к ребенку. Но нет, это не так. То есть о детях я могу общаться только с мамочками, наверное, у которых детям возрастом плюс-минут, как у моего ребенка. И все. С остальными я стараюсь общаться на абсолютно разные темы. И все прекрасно это знают. Вот почему-то так. Но с другой стороны скажу, что это может и хорошо. Вот я не была к этому готова. Я не думала, что это будет именно так. Но я этому рада. Что рядом со мной все-таки остаются те люди, с которыми хочется общаться и которые хотят общаться со мной. Это близкие, дорогие мне люди. Еще одно. Мое ожидание реальность. Это даже не ожидание реальность. Это просто мой такой жизненный настрой, что мама в декрете не должна превращаться в кастрюлю. То есть декрет – это время для самореализации, для саморазвития, для самопознания, для философствования и так далее. Это все зависит от женщины, от ее желания. То есть, да, от вас самих, а не от каких-то внешних обстоятельств, которые есть вокруг. То есть, что бы ни происходило вокруг, всегда можно найти время для того, чтобы посвятить его себе и узнать что-то новое. Ну и декрет до рождения ребенка – это такой самый важный момент, это возможность снова окунуться в детство. Вернуться туда, где мы уже были, и когда, оказалось бы, обратной дороги нет. Но, оказывается, она есть. И это рождение собственного ребенка. Сейчас мы с мужем активно покупаем игрушки, которых не было в нашем детстве. Знаете, как это смеется? Наше тяжелое детство – восьмибитные игрушки. Это было про наше детство в 90-х, когда не было практически ничего. А сейчас мы просто имеем возможность покупать игрушки, которых у нас не было, но о них и мечтать не могли. Например, рождение ребенка, его вот это вот детство, это такой маленький нервный криво – это возможность для родителей окунуться обратно в свое детство, вернуть то, чего у них уже давным-давно прошло. Это песочницы, это игрушки, это качели-карусели, это всевозможные аттракционы, батуты, детские центры, это первый садик, первый раз в первый класс, это первая любовь. Все это, вот оно опять будет, да, и ты будешь снова все это переживать. Вот это огромный плюс, просто нужно видеть его и понимать, как им очень правильно воспользоваться. И вот сейчас я понимаю, что мы пока что этот плюс используем на все, не сто, даже двести процентов. Что я могу сказать в общее заключение вот того, что вот как бы обдумав, да и проанализировал эту ситуацию, что я знаю, что материнство для меня – это все-таки больше позитива, больше плюса и больше чего-то нового и радостного, нежели минусов, негатива и того, чего я не ожидала. Я не проклинаю тот день, даже там где-то какие-то тяжелые моменты, когда мы с мужем решили завести ребенка, и я забеременена. Нет, я рада, что все это произошло в нашей жизни и что все это произошло именно так и именно сейчас. И самое главное, я понимаю, что я хочу еще одного ребенка. То есть, несмотря на то, какие сложности у нас были, да, в начале, я согласна через это пройти еще раз, потому что мне понравилось. Вот такие были мои ожидания и реальность. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, всем творческого вдохновения, хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!